Как обеспечить постоянное развитие бизнеса? Наверное, несколько десятков тысяч, наверное, сотни тысяч косточкой бросает. То есть это создает изобилие, приумножается. Только тогда эта сорт не исчезнет, продолжает жить миллион лет. Тоже самый человек. Почему слово «семья»? Семья. А если у тебя пять детей, ты с женой, семь человек в одной семье, соответственно, у тебя есть возможность, чтобы твои потомства долго будут жить. Что это означает? Это означает, что, возможно, кто-то из этих пять детей, возможно, что кто-то будет болеть, кто-то будет раньше умирать, у кого-то детей не будет и так далее. Но когда будут их больше пяти, вероятность того и вообще возможность того, что, соответственно, твое потомство будет продолжать, растет. Это законы природы. Беспреривное развитие. Беспреривное расширение. Дело в том, что жизнь, она для сильных людей, слабых она уничтожает, слабых она просто устраняет. Посмотрите, если человек взрослел, либо сила возраста, либо сила болезни, либо сила что-то, например, такие катастрофы и так далее, человека жизнь отодвигает в сторону. Поэтому жизнь, она создана для сильных, но не для слабых. Слабых жизнь отодвигает в сторону. А сильным дает возможность. Поэтому теперь давайте вернемся к этому, чтобы вы меня поняли. Станьте сильными. Постоянно развивайтесь. Постоянно надо развивать. И не только себя, и свой бизнес тоже. Если вы развиваетесь, бизнес вашей развивается. Как развивать постоянно бизнес? Как? Что надо делать? Что? Бизнес беспрерывно развивается и так далее. Для этого надо сначала понимать, что все, что не расширяется, оно сокращается. Все, что постоянное развитие не имеет, оно все равно умрет. Поэтому мы обязаны с вами заниматься постоянным развитием. Например, когда-то, давайте посмотрим, сначала были вот такие пластинки. Пластинки. Давайте возьмем вот носители музыки, да? Когда-то был продукт такой пластинки. Потом со временем что произошло? Они превращались в такие типа бобины, да? Вот которые крутились и так далее. Лента была, там она крутилась. Типа бобины назывался или как-то так. Потом со временем это пришло к кассете. Потом постепенно к кассете ушли и появились диски. Вот такие, эти диски появились. Потом появились вот такие компакт-диски. Потом появились флешки. А теперь все YouTube. Скоро все там Wi-Fi, YouTube и так далее. Все их нет. Смотрите, как со временем меняется продукт. Или посмотрите, мило, как поменялось, да? Было вообще вот хозяйственное мило, потом постепенно там все какое-то другое мило с ароматами. Постепенно стало маленьким-маленьким в каждой гостинице. А со временем стало жидким мило. Все изменилось. Что я о этом хочу сказать? Если вы хотите, чтобы ваш бизнес постоянно мог жить, вы должны его постоянно развивать и постоянно ногу времени, ногу времени изменить продукт, либо изменить бизнес-модель, либо изменить модель продажи. И это беспрерывно должно продолжаться. Беспрерывно. А чтобы постоянно ваш бизнес совершенствовался, вы постоянно должны делать анализ рынка, Постоянно должны делать анализ трендов, у вас должен быть формированный отдел развития, который постоянно изучает будущее. Ваш стратегический маркетинг должен быть очень сильным. Именно стратегический маркетинг должен быть очень сильным. И компания, которая не имеет отдела развития, все равно обречен к гибели. Поэтому эти вещи я обучаю систематизации бизнеса, эти вещи я обучаю индивидуальное обучение. И вот здесь, когда разбираем каждый блок, мы формируем именно тот отдел развития, который позволяет постоянное расширение, постоянно беспрерывное развитие. Иначе без этого невозможно жить. Так что, дорогие друзья, очень правильный вопрос задавали, хороший вопрос задавали. Вот, пишите в комментариях из вашего опыта, из вашей наблюдения. Возможно, вы видели какие-то компании, какие-то бизнесы. Может быть, это рестораны, может быть, это магазины, может быть, это столовые, пансонаты или там, не знаю, производства, которые когда-то были очень успешны, а сегодня они, вы видите, что они уже вымирают. Вы видите, что на данный момент эти бизнесы в трудности, эти бизнесы от того, что не изменились, они пришли полностью в стадии разорения, стадии, можно сказать, полностью банкротства. Потому что идет вверх и постепенно вниз, если не будут обновлений и так далее. Так что расширяйтесь, развивайтесь, помните, измени себя, измени свой бизнес. Если вы хотите заниматься бизнесом, в обязательном порядке вам надо это научиться. Иначе ваш бизнес и его жизнь будут 7 лет и максимум 15 лет. Если вы от 7 до 15 лет не начнете изменить бизнес, это бизнес умрет. Посвящайте наши курсы системы инвестиции бизнеса. Я там очень много инструментов даю, как свой бизнес постоянно развивать, расширять. Посмотрите, Toyota каждый год выпускает новую модель. Посмотрите, iPhone, посмотрите, любой бизнес постоянно выпускает что-то новое. А зачем? Чуть-чуть другим дизайном. Совершенствует, совершенствует, совершенствует. Развивается, расширяется, улучшает продукт, улучшает систему, улучшает бизнес-модель. Именно так вы можете постоянно развивать свой бизнес. Как увидят сотрудники потенциал? Перед вами есть всегда выбор. Брать умного сотрудника, профессионала. Или часто бывает, что есть сотрудники, он профессионал, но иногда у него ценности не совпадают с вами, порядочности не совпадают. А иногда бывает, что он с ценностями совпадает, хороший человек, порядочный, но он не профессионал. Мы это говорим так, а это хочет, но не может, а тот может, но не хочет. Вот с этим постоянно ты сталкиваешься. Наверное, кадровая проблема в любой компании есть. Я где-то прочитал, что 97,3% компаний мира страдает от персонала. Это рынок труда, самый, можно сказать, конкурентный рынок, борьба за хорошие мозги, борьба за хорошего сотрудника. Постоянная борьба. Теперь, если перед вами стоит выбор, брат профессионала, который с ценностями не совпадает с вами, или непорядочный и так далее, лучше не берите. Лучше берите порядочного человека, у которого есть потенциал, у которого есть талант, у которого вы видите, что у него есть реальный потенциал, и вы могли бы ему помочь, развиваться и так далее. Вот. Чтобы увидеть потенциал сотрудника, несколько важных вещей. Первое. Первое. Дайте человеку возможность реализовать свои идеи. Дайте человеку возможность говорить хотя бы свои идеи. Дайте человеку возможность проявлять себя в команде. Дайте человеку возможность ошибаться. Дайте человеку, понимаете, создайте человеку выгодные условия, чтобы он мог не бояться ошибаться. Просто не бояться ошибаться. Если он ошибался, не ругайте. Вы, если хотите, если вы разозлились и так далее, критикуйте не личность человека, критикуйте его поступки, его работу. Я раньше тоже ошибался иногда, злились на сотрудников и так далее. Сейчас, если я злюсь, я говорю, послушай, ты же классный парень, а вот эта работа не подойдет нам. Давай как-то это сделаем по-другому и так далее. Давай думаем, как эту работу по-другому делать. Поэтому, если вы не даете ему возможность, как он может показать вам свой потенциал? Он же не может вам показать свой потенциал. Так что вы должны дать ему, человеку, возможность, смотрите, используйте метод бургера, гамбургера. Это что? Поддерживайте сотрудника за его хорошее, а потом говорите то, что у него не получается, а потом опять говорите, если это изменит, если это улучшит, какой результат был бы и так далее. То есть его недостаток поставьте как бургер, метод бутерброда или как бургера и так далее. Тогда вам будет легче раскрывать потенциал у сотрудника. Помните, что человек похож на цветок. Цветок, если света хватает, теплота хватает, удобрение правильное, и поливаешь этот цветок, только тогда цветок раскрывается. Человек похож на это. Если человек попал в ту среду, где себя чувствует нужным, повторяю, если человек попал в ту среду, где считает себя нужным, где он чувствует, что его поддерживают, где чувствует, что его не оскорбляют и не унижают и так далее, он чувствует, что он нужен в эту среду, свою полезность он должен чувствовать и так далее. И вот там раскрывается. Поэтому создайте спрос на талант этого человека, создайте спрос на его умения, на его ум и так далее. И дайте ему понять, что компания нуждается в его помощи, дайте ему понять, что компания очень необходима в его умении и так далее. Создайте спрос на его. Помните, что любой человек, если попадает в правильную среду, которая чувствует, что он там нужен, и эта среда усиливает его, усиливает, а не рубит, усиливает, тогда он раскрывается. Давайте привяжу простой пример, сразу вы поймете. Очень простой пример. Давайте возьмем так, яйцо. Вот, куренье яйцо. Возьмите куренье яйцо и любое яйцо. Возьмите яйцо. Яйцо ореола. Или яйцо там, не знаю, там, куриное яйцо. Если это яйцо снаружи сломаешь, снаружи, если сломаете, жизнь заканчивается этим. Но если это яйцо изнутри лопает, изнутри растет, лопает, и тогда рождается жизнь. И посмотрите, два разные вещи. Человек должен изнутри меняться. Человек должен изнутри осознавать. Человек должен изнутри принимать решения. Он должен... Путки достижения больших целей. Путки достижения грандиозной цели. Это путь изнутри. Если вы снаружи будете его оскорбляться, вы снаружи будете давить на него. Если вы будете постоянно снаружи на него, можно сказать, постоянно на его ошибки указать и так далее, вы сломаете человека. Если хотите психологически сломать человека, постоянно его говорите о его ошибках. Он умрет просто. Вы не должны его сильно критиковать. Вы должны использовать метод бутерброда. И одновременно что вы должны делать? Помочь ему изнутри раскрываться. А чтобы изнутри раскрываться, создать атмосферу. Вы меня спрашиваете, как видеть потенциал у кадра? Дайте им возможность. Они раскрывают себя. А потом среди них вы видите, что у кого есть потенциал, с ним составляете контракт на 10 лет. Что давай 10 лет будь со мной, а я тебе помогу учиться в лучших местах. И так далее, и так далее. И помогите ему раскрываться, и развиваться, и так далее. Это позволит этому человеку стать сильным кадром. И помните, человек никогда не забывает там, где он вырос. И человек никогда не забывает того человека, кто помог ему расти. Спасибо. Пишите комментарии, если у вас была возможность помочь кому-то реализовать себя. Пишите комментарии, как ваше руководство делали. Возможно, вы видели где-то нибудь, когда какой-то руководитель так классно подошел, что вы могли реализовать свой талант, или вы раскрылись. Пишите свои комментарии, кому-то поможет ваш опыт, вместо измене мир к лучшему. Продолжение следует...